Новая инициатива правительства России, уточняющая сроки оплаты по госконтрактам, может простимулировать предпринимателей к работе с госорганами. Такого мнения придерживается краевой бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому срок оплаты товаров, работы и услуг по государственным и муниципальным контрактам должен составлять не более 30 дней с даты подписания заказчикам документа о приемке. По мнению полномочного по правам предпринимателей в Крае, эта инициатива исключит подписание госконтрактов, предполагающих срок оплаты после приемки через несколько месяцев и повысит качество планирования расходов государственных и муниципальных органов. Отремонтировали школу, подготовили ее к открытию 1 сентября. Сегодня это актуально. Это, правда, ситуация прошлого года. И в декабре, до декабря как раз не было оплаты по выполненным работам. Проблема была на муниципальном уровне. Проблема была в том, что эти работы не были в софинансировании хорошо запланированы и скоординированы в части софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В этом году, как и в прошлом, в Пермском крае в адресу полномочного поступило 4 жалобы на несвоевременную оплату по госконтрактам, связанных с приобретением квартир для детей-сирот, проведением социально значимых мероприятий и ремонтом школ. В перспективе, по мнению бизнес-омбудсмена, аналогичные изменения в законе, регулирующем закупки, должны пройти для корпораций.